Сегодняшний вебинар такой общий и нужный для всех, потому что чему бы мы не учили своих детей, любому навыку, мы используем какие-то подсказки. И то, о чем мы сегодня будем с вами говорить, вот эти мини-методики, я бы так сказала, мы их используем всегда в рамках вот этих больших методик по обучению новым навыкам. В принципе, их можно использовать и как самостоятельные такие методики в обычной жизни регулярно, да, и вот включая в какое-то обучение, когда вы используете какую-то методику, там, не знаю, цепочки, например, шейпинг, любую. Поэтому, я думаю, полезно всем будет. В принципе, я думаю, что вы, ну, многие, да, наверное, все используете вот это все, используете, но, может быть, где-то есть какие-то ошибочки, может быть, не все используете. Поэтому поговорим сегодня об этом. Начнем с ошибок, потому что наблюдаю, когда, как родители, то есть специалисты некоторые занимаются с детьми, и какие ошибки часто допускаются. Из-за этого, естественно, у нас какие-то побочные реакции происходят у детей, и нежелательное поведение в том числе. Очень частая проблема, с которой мы сталкиваемся, это многократный повтор инструкции или вопроса. С чем это связано, да, что мы многократно повторяем? Вы можете сейчас вспомнить, подумать, сколько раз вы произносите инструкцию, прежде чем ребенок ее выполняет. Плюс мы часто не просто ее повторяем, эту инструкцию, а повышаем голос, да, некоторые начинают уже кричать, пока не накричишь, как некоторые родители говорят, там, пока я не начну орать, ничего не выполняется. Вот это вот ошибка, и ошибка, это закрепляет поведение, что ребенок не выполняет инструкцию с первого раза. Причем, когда ребенок подрастает и идет в школу, ну или в дошкольное, в принципе, какое-то учреждение, ну в школу в частности, да, то родители сталкиваются вот с этой проблемой, что ребенок не выполняет инструкции учителя, потому что учитель, естественно, не повторяет много раз. Ну максимум, может быть, два раза повторит, да, входит в класс, там, открывайте тетради, открывайте учебники, там, на страничке 10. И те дети, которые, ну, привыкли не слышать инструкцию с первого раза, а они действительно ее не слышат, потому что за, там, 6-7 лет жизни их закрепилось что? Там фоном что-то звучит, мама говорит, там, иди кушать, или пойдем одеваться, или выключай мультик, то есть какую-то инструкцию. Что-то сказала, да, помните, я на прошлом вебинаре, кто был, я говорила о том, что ребенок, особенно ребенок с особенностями, он включен в какой-то свой процесс. Помимо того, что он делает что-то вот там, руками может, да, делать, стимить или еще что-то, в голове идет еще свой процесс какой-то. И вот это то, что там звучит фоном, между дел, мама выглянула с кухни и позвала кушать, или пробегая мимо, сказала, мы сейчас будем собираться, уже давай выключай мультик, это просто вот какой-то там комарик жужжит, да, и инструкция не выполняется. Мама, в свою очередь, у мамы это закрепляет какое поведение? Не услышали, надо еще раз сказать, опять пробегая на обратном пути из кухни в комнату, да, потому что мама одевается, собирается, нам надо выходить, пробегая тоже между дел, говорит, так, давай собирайся, мы там заканчиваем, сейчас будем одеваться, пробегая третий раз, опять точно так же. В итоге она-то думает, что я уже и раз, и два, и три, и пять сказала, ребенок реально не услышал. Поэтому вот это отследите за собой. Вот этот момент, может быть, даже сейчас вспомните, что у вас такое происходит, или вот с сегодняшнего дня начинайте себя на вот этом отлавливать. Здесь замкнутый круг получается, да. Вы повторяете, ребенок не слышит, вы повторяете многократно, ваше поведение повторять многократно подкрепляется тем, что ребенок не реагирует, и когда вы переходите уже на крик, а это стимул уже другой, да, более повышенный тон, ребенок, о, что-то там, да, ой, что-то мама кричит, и тогда включился. Это закрепляет ваше поведение сразу говорить громче, ну, или не сразу говорить громче, а именно повторять и потом переходить вот на повышенные какие-то тона. И вот такой замкнутый круг получается, да. В итоге мы выходим к школе с тем, что ребенок не выполняет инструкции, соответственно, он не успевает в школе, потому что над ним никто не будет стоять, даже если у него есть тьютер, если ребенок с особенностями идет в школу с тьютером, все равно тьютер не, ну, даже если тьютер дублирует эти, да, какие-то первый класс, второй класс он будет дублировать. Цель в итоге обучения, то, чтобы ребенок был самостоятельным, чтобы он учился самостоятельно, да, и оно все равно идет, вот это закрепление, закрепление, закрепление многократно этих повторов. Все, получается, что мы до успешности нам далеко, да. Поэтому вы ловите себя на том, когда вы много повторяете, многократно. И для себя такое правило вы вводите, да, что вы даете инструкцию один раз, максимум два раза. Но как? Инструкцию говорите ребенку точно, когда он вас может услышать. То есть не пробегая мимо с кухни в спальню, да, одеваясь, там, подкрашивая ресницы или еще что-то делая, вы подходите к ребенку, там, не знаю, садитесь рядом, становитесь рядом, смотрите на него, ловите взгляд или если нет глазного контакта, то есть как-то, то есть вы чувствуете, что он включился в вас, в эту секунду он вас включился, он заметил, что вы подошли и говорите инструкцию, то, что вы хотите донести до ребенка, что мы сейчас выключаем, досматривая серию, мы выключаем мультфильм и идем там на занятия, или идем гулять. Или подходите и говорите, что еда на столе, идем кушать. Смотрите реакцию, по крайней мере вы, ну, как-то увидите, что ребенок вас услышал, то ли он какой-то, может быть, там, звук издать, да, то ли, может быть, даже промолчать, но вы точно видите, что он вас понял. Это первый момент. Второй момент, если при этих условиях инструкция не выполняется, вы тогда здесь, ну, можете повторить, можете перефразировать, это дальше мы будем еще говорить, то есть вы можете подойти и сказать, там, да, ты меня слышал, ты слышал, что я тебе сказала, или ты слышал, что я тебя позвала, дождаться реакции. Или использовать тогда уже другую подсказку. Ну, есть детки, да, которые не понимают, например, инструкцию, обращенную речь, тоже на прошлом вебинаре я подробно об этом говорила. То есть представляем, что перед вами иностранец, который не понимает русского языка, ему надо на японском сказать, а вы японский не знаете, поэтому вы в инструкции используете какую-то другую подсказку сразу же. И, во-первых, мы себя приучаем к тому, что мы не гавкаем, да, по 500 раз, иди есть, иди есть, иди есть, иди есть, да, как собачки. Второй момент, мы приучаем ребенка, что не будет десятой инструкции, да, вы не будете 5, 10, 15 раз повторять и кричать. Вы сказали, следом за этим какое-то действие будет. Ну, это мы проговорим про другие подсказки, да. То есть вот здесь нужно начать будет с себя в первую очередь. Вы и для себя сделаете хорошо, и для ребенка на будущее вы сделаете тоже отлично. То, что он научится слышать инструкцию с первого раза. Следующая ошибка, которая бывает у родителей, это, ну, вот этот момент, я его назвала, попробуй догадайся. То есть когда мы ребенку что-то в первый раз спрашиваем у него, или даем какую-то новую игрушку, или какое-то новое задание совершенно, причем обычно-то мы знаем, что ребенок, ну, вряд ли, да, он с этим не сталкивался, это ни на что не похоже, что было ранее, и он, скорее всего, не справится. И когда мы стимулируем вот этот вот момент, что, ну, попробуй догадайся, что с этим сделать, или попробуй ответь, ребенок, ну, если делает, то часто делает неправильно, соответственно, что за этим следует наказание, да, ну, наказание в виде того, что мы говорим, нет, не так, да, нет, не так, неправильно, или забираем эту игрушку и показываем, как правильно. Какое ощущение в этот момент у ребенка? Я неуспешен, да? То есть момент, что же не получилось у меня. Помните, тоже на прошлом вебинаре я говорила о том, что дети с особенностями очень некоторые, ну, я бы даже сказала, многие, четко запоминают опыт, особенно первый опыт, вот какой-то, да, в отношении чего-то. Вот вы дали ему пирамидку, он не знает, что с ней делать, начал, например, раскидывать эти колечки, или как-то не в том в порядке, в каком вы хотели, если даже догадался, что их нужно насаживать, то вы это все сняли и сказали, не так, надо, вот, по-другому, да, ощущение, я неуспешен, он эту пирамидку может в руки просто больше не взять, потому что этот предмет уже у него как стимул неуспешности, у меня не получилось, а зачем я буду пробовать? И это, кстати, очень у многих, вот этот момент. Поэтому здесь тоже правило, если что-то новое внедряете ребенку, и вы знаете, что это будет для него сложно, что ребенок может не справиться, то вы лучше сразу используйте подходящую подсказку, те, которые мы будем позже, да, для каждого момента у нас разные подсказки, то есть используйте подсказку и лучше, если первый опыт у ребенка в этой ситуации, в какой-то, да, в новой игре, в новой теме какой-то будет успешным. Это залог того, что в следующий раз, когда ребенок столкнется с подобным, он не откажется, во-первых, это делать, потому что тот опыт, который он запомнил, был положительный, да, там негатива не было, у меня получилось, да, пусть с подсказкой, но получилось. Следующая ошибка, ну это я вот у педагогов, конечно, практически не встречала, но часто видела на площадке, вот на детских площадках у родителей, когда родители сравнивают своего ребенка с другими детьми и вызывают к совести. Вон, смотри, Петя уже на лестницу, как высоко может залезать, а ты вот даже к лестнике не подходишь. Или вот, смотри, Вася уже читает или сам одевается, или сам на горшок ходит, или да все, что угодно. Да, а ты еще вот не знаешь, а ты не можешь, а ты не... То есть вот эти моменты, знаете, даже если ребенок не понимает обращенную речь, и вы вот это дело все высказываете, даже, может быть, зная, что ребенок не понимает, все равно вот этот негативный посыл, сомнение, что ты неудачник, да, такой посыл, да, все могут, а ты не можешь. По сути, вот энергия от этих вот моментов вот такая идет. По крайней мере, я когда вот это вот, ну, больше старшее поколение вот этим грешит, да, бабушки начинают, вон, глянь, Светочка уже там туда-сюда вот бегает, говорит, а ты тут стоишь возле бабушки, иди там, вот, или куличики, вот смотри, как получаются, а у тебя не получается. Я это так часто видела, вот, когда со своим ребенком на детской площадке мы гуляли, честно, у меня вот сердце сжималось просто. Я прямо почему-то чувствовала вот эту энергию, которая идет в отношении вот этого ребенка, что ты неудачник, да, какой-то, типа, ты меня разочаровал. Поэтому, даже если это как-то по привычке может быть, проскакивает где-то, ловите себя, ну, там, или бабушек, дедушек, няни, кто там у вас, у кого вы часто этим можете наблюдать, то есть старайтесь себя останавливать в такие моменты. Никогда не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, то есть сравнивайте только своего ребенка с ним же вчерашним, скажем так, да, причем сравнивайте в лучшую сторону. О, вчера ты, у тебя не получалось там палочки эти писать, а сегодня смотри, как ты хорошо пишешь. Вчера ты не умел на велосипеде кататься, а сейчас глянь, уже у тебя получается, ты уже рулишь, как классно, уже ровно по дорожке. То есть вот сюда, в позитив, в позитив больше. Это тоже себе введите в привычку, это можно делать каждый день. Вчера еще проливал из ложки, помнишь, как, а сегодня, даже если ребенок не понимает вот этого. Комментарии в плюс, в плюс, в плюс. Потому что это такой энергетический посыл идет, да, уверенности, такой вот, что у тебя получается, ты учишься. С этим разобрались, да, понятно. Четвертый момент – интеграция. То есть когда мы берем ребенка и опускаем вот в эту вот среду чуждую. То есть в законе образования сейчас у нас прописана инклюзия, да, о том, что все дети должны, имеют право учиться в общеобразовательных школах, посещать детские сады. То есть все равны, все должны брать, да, и берут этого ребеночка и окунают вот в эту среду, в детский сад и в школу. И он должен барахтаться. Это все равно, что вот когда, как учили раньше плавать, помните? В наше детство на лодке тебя на середину пруда выкатывали старшие друзья и сбрасывали с лодки. Говорили, вон берег, давай, доплывешь. Ну да, действительно, кто-то доплывает. Кто-то вот в эту интеграцию через, я не знаю, какие труды, через какие преодоления вливается. Вспоминайте фильм, кто посмотрел эти временные трудности про, про как его. Ну то есть это автобиографичный такой фильм. Я забыла реального человека. Если кто знает, напишите, просто забыла фамилию. У которого там ДЦП было, и как отец интегрировал его, да, считал, что нет, он здоров, он будет делать как все. Там собрались в кино, давай, одевайся, мы тебя с мамой ждем внизу. А у ребенка ДЦП, у него ручки, все это так, он шнурки в те времена, в советские, да, липучек не было, нужно было завязать шнурки, он там ковырялся, ковырялся, полчаса с этими шнурками, они поднимаются, отец говорит, все, уже там фильм начался, мы в кино не пойдем, в советские времена, да, мы не пойдем в кино. Представляете, это какое для ребенка, да, это был праздник, поход в кино, и тут из-за тебя, потому что ты ковырялся долго со шнурками, все, мы опоздали на фильм, мы никуда не идем. Честно, я вот когда этот момент в фильме смотрела, мне прям хотелось плакать. Это и есть интеграция, делай как все, давай. Все должны, все быстро пишут, ты, ты, а ты не успеваешь. А почему ты не успеваешь, тебе два, два, два. По сути, инклюзия у нас мало где, да, знаете, в школах, мало где какой-то подход индивидуальный к детям есть, и зачастую это родительские такие достижения, когда родители там пробивают эти стены, чтобы добиться для ребенка тьютера, чтобы какие-то условия были под его надобности, его нужды. И там еще как-то инклюзии, ну, более-менее. Особенно периферию я беру, да, там в Москве немножечко более продвинутые моменты. А в основном это интеграция, и как тяжело вот это дается детям. И, по сути, то же самое дома иногда бывает. Ну, где-то, здесь вот в домашних условиях тонкая грань такая, да, когда несколько детей, например, семья принимает решение, что, ну, зная, что ребенок с какими-то особенностями, решает, что нет, он у нас здоров, он будет как все, и мы на этом не будем акцентировать. В принципе, я за то, чтобы не акцентировать на проблемах, да, не носиться с ребенком, как там, с писанной торбой, и вот это вот, не культивировать эту энергию, что, типа, ты больной, ты ничего не можешь. Я вот против этого, да. Но и против жесткости такой. То есть вот тут вот такая грань, вот это вот не перевесить чашу весов ни туда, ни сюда. Да, как это, ни добдеть, ни перебдеть. Поэтому, да, можно интегрировать, пусть как все, то есть ребенку убеждать, ты как все, у тебя получится, но помогать. Там, где есть необходимость, там, где видите, что это сверх сил, там нужно использовать, конечно, подсказки для ребенка, где-то послабление, где-то больше, дольше времени на какой-то навык. То есть вот эти моменты нужно, естественно, учитывать. Перейдем непосредственно к подсказкам. Их несколько, скажем так, разделов у нас будет. Словесные, несловесные, физические. Все это разберем в каждом разделе. Они делятся еще на маленькие подсказочки. Все мы это сейчас подробно с вами разберем. И начнем со словесных подсказок. Почему? Потому что многие поведения у нас мы пытаемся запустить с помощью инструкций. В обычной жизни чаще всего мы даем ребенку какую-то инструкцию и ждем, чтобы ребенок ее выполнил. С нормотипичными детьми обычно это так и проходит. Мы просим там какие-то вещи. Ваня, отнеси кружечку. Или одевайся, сейчас будем завтракать. Поставь тарелку в раковину. То есть мы даем инструкцию ребенку, ребенок выполняет. С детьми с особенностями полная словесная подсказка нам нужна даже чаще всего, когда мы занимаемся какими-то академическими навыками. Когда мы ждем ответа на какой-то вопрос. Когда мы учим отвечать ребенка на какой-то вопрос. Мы спрашиваем, например, учим, день рождения исполнилось. Было 3 годика, исполнилось 4 годика. И первый вопрос, который взрослые обычно, знакомые где-то на улице встречаются с нами, и к ребенку наклоняются и говорят, ой, сколько тебе лет уже. И мы учим, чтобы ребенок, когда вербальный ребенок, чтобы ребенок ответил, сколько ему лет. А он, например, привык уже говорить, что 3, 3, 3. А тут 4 исполнилось. Не всегда дети понимают, что вот вчера было 3, а сегодня уже 4. Поэтому некоторые родители упор на это обучение делают, что теперь 4. И спрашивают, сколько тебе лет. И тут же сразу отвечают 4. 4. Ребенок должен повторить 4. Когда мы учим детей халалить, повторять за нами, называя какие-то объекты, какие-то предметы. Мы показываем яблоко, а ребенок повторяет яблоко. То есть те дети, которые халалят, которые научились это делать, они, в принципе, таким образом мы можем пополнять их словарный запас. То есть показываем картинку и называем там лев. Ребенок повторяет лев. Ну, насколько может повторять, да. И таким образом происходит обучение. Далее еще, когда мы словесные подсказки используем. Когда ребенок выполняет какое-то действие, многоступенчатое такое. Когда навык нужно выполнить по какой-то определенной цепочке. Ну, к примеру, мы учим ребенка одеваться. Или учим ребенка делать себе, например, ну, чай, например, уже когда он подрос. Или учим играть во что-то, да. Там, как грузовичок будет перевозить кубики из одного места в другое. И мы, ну, раз показали, два показали. И потом вроде ребенок уже играет, а нам хочется, чтобы он вот по какой-то определенной схеме это делал. Ну, ладно, если в игре там, в принципе, родители особо не включаются, если это не настольная игра по правилам, если мы не учим ребенка играть по правилам в какую-то настольную игру. Там же тоже нужно выполнить правила, и там определенная последовательность. И каким образом мы можем подсказать? Полной словесной подсказкой. То есть мы говорим, что нужно делать. Мы там говорим, там, бросай кубик. Ребенок бросает кубик. Да, ходи, отсчитывай там три шага, там, когда мы входилку учим играть. Да, бери фишечку, считай. Раз, два, три. То есть это мы можем проговорить словами. Если ребенок физически все это уже может делать, мы это проговариваем словами. Мыть руки, то же самое. Заходим в ванную. То есть ребенок физически руки может мыть, но он, к примеру, может путать последовательность, да, и мы можем подсказать здесь. Хотя вот в плане каких-то выполнений физических действий словесные подсказки мы лучше не использовать. Об этом тоже вам позже скажу, но тем не менее они используются, и многие родители это делают, ну, потому что проще всего это сказать, нежели как-то включиться, да, физически в этот процесс. Проще повторить опять-таки ошибку, да, вспоминайте первую. Десять раз повторить. Открывай кран, открывай кран, откручивай, да, сделай поменьше воду, побольше воду. И мы стоим над ребенком и говорим, там, бери щетку, бери пасту, откручивай, выдавливай. Мы стоим и говорим, 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 что нужно сделать. Словесные подсказки, они такие очень коварные. Коварные в том плане, что ребенок к ним привыкает. И часто стимулом для запуска какого-то поведения служит именно ваша подсказка. То есть ребенок идет мыть руки не потому, что они грязные, а потому, что мама сказала, иди мыть руки. Вот он зашел в ванную, стоит, стоит, а у него свой процесс, там, идет в голове, там, мультики он смотрит, да, прокручивает песенку какую-нибудь или еще чего-нибудь. Он вообще забыл чего, потому что он привык уже, что из года в год мама заходит следом и говорит, открывай кран. Он не думает, у него на этом автомате происходит. Мама сказала открыть кран, он чип как это, да, робот, открыл кран, мочи руки, бери мыло, там, три, смывай, закрывай кран, вытирай. Мы это проговариваем. Опять-таки здесь мы привыкаем проговаривать. Пусть даже с первого раза ребенок выполняет это, да, эту инструкцию, но он делает это только потому, что вы ему говорите это делать. Я просила родителей провести эксперимент с детьми. Кстати, вам хочу предложить то же самое. Понаблюдать. Взять то действие, любое, мытье рук, поход в туалет, там, кушать, одеваться, ну, то есть то, что ребенок может сам, и вы, в принципе, не помогаете физически, там, не одеваете, он все вроде как делает сам, но вы стоите и контролируете, вы стоите и проговариваете это над ним. Попробуйте такой эксперимент провести. Запустите это поведение обычной инструкцией, да, то есть ребенок пошел уже туда в нужное направление, в ванную мыть руки, да, или взял куртку, чтобы ее одеть, там, пошел в прихожую, чтобы одеваться, чтобы идти гулять. И все, и молчите, занимайтесь своими делами, одевайтесь рядышком тоже. Посмотрите, что, что ребенок будет делать, если вы будете полностью молчать. Вот все, рот зажали себе, да, потому что это же еще трудно для нас замолчать, мы же привыкли вот это все проговаривать, ходить и дын-дын-дын-дын-дын твердить. Еще за собой надо отследить этот момент. Вот попробуйте зажать себе рот и посмотреть, будет ли происходить поведение точно так же, как вот ранее, когда вы пошагово вот эту вот инструкцию давали. Если поведения не будет, значит, навык, по сути, у вас не отучен. То есть без вас, без вот этих вот словесных подсказок полных, навыка нет. Ребенок не помоет руки. Хотя физически он это может сделать, да, ребенок не оденется. Он будет, он сядет с курткой в руках и будет сидеть, ждать. Пока мама скажет, одевай куртку, застегивайся, бери ботинки, расстегивай липучку, вставляй ногу. Ну, как бы, да, вот у кого-то более дробные эти инструкции, у кого-то более такие объемные. Вот проведите такой эксперимент. И вы поймете, насколько ваш ребенок самостоятельный, вот если вас не будет, помыть ли он руки, оденется ли он, поест ли он, при условии, что он этот навык может делать. Вот мы сейчас говорим о навыке, который физически ребенок делает, да. Это у нас на курсе была одна женщина, и у нее мальчишка был уже взрослый, подросток, с особенностями мальчишка, лет 15 или 16, какой-то такой был возраст. И она рассказывала, когда я попросила отследить вот этот момент, она рассказывала интересный случай. Такой говорит, «Я, да, стала за собой наблюдать, и поняла, что действительно я сама уже не могу не комментировать, да, и не могу остановиться, ловлю себя постоянно на том, что я комментирую, что нужно сделать». И когда она стала за этим наблюдать, она немножечко притормозила, да, и поняла, поймала себя на том моменте, что вот они там подходят, например, к двери, и он там домофон, по-моему, нажимал, или что-то такое. То есть, ребёнок уже тянет руку, чтобы этот домофон там нажать, она говорит, там, нажимай на кнопочку, открывай дверь, она говорит, а я прямо за собой наблюдаю, как я это комментирую. Потом момент, что садились они в машину, она говорит, я говорю там, всё, садись, пристёгивайся, закрывай дверь. В процессе, говорит, пока говорю, оборачиваюсь, ребёнок сидит уже закрытой дверью, пристёгнует. То есть, по сути, вот эти словесные подсказки уже были не нужны. Но мы настолько привыкли их давать, вот эти подсказки, что мы уже остановиться сами не можем. Мы говорим, 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 комментируем. Поэтому притормозите немножечко, отследите, где они нужны, где нет. И если вы заметили, что без вот этих подсказок поведение не происходит, то, по сути, вам нужно переучиваться, переучивать ребёнка, выполнять это поведение, эти действия по-другому. Вам нужно использовать другую подсказку. Ну, чаще всего, если это связано с какими-то физическими действиями, мы используем физические подсказки, мы о них тоже поговорим сегодня. На них не происходит зависание. То есть с них быстрее мы слезаем. С этого допинга, с физической подсказкой мы слезаем быстрее, нежели с этих словесных. Потому что привыкли уже. Допустим, мы учили возраст. Вернёмся, когда подсказки всё-таки нужны, когда они во благо словесные подсказки. И мы учили, например, отвечать ребёнка сколько лет. Или, например, когда ребёнок называет карточки или какие-то объекты. И мы сначала показывали, говорили, там показываем карточку, говорим, это собака. Ребёнок говорит, собака, яблоко, яблоко. То есть ребёнок повторяет. А потом нам надо проверить. Запомнил ребёнок, что вот это на карточке собака, а вот это яблоко. Мы много-много раз это можем повторять. Кому-то 10 раз достаточно, кому-то 50. Ну, вроде бы, как видим, выучил ребёнок, повторяет, да, и халалит. Мы решаем проверить. Мы показываем карточку с собакой. Можем спросить, кто это. Ну, это если ребёнок понимает вопрос. Ну, или, в принципе, ребёнок приучен вообще на то, что показываешь, ему отвечать, называть, что это. Такое тоже бывает. Мы показываем карточку, ребёнок смотрит, мы ждём. То есть мы можем подсказку использовать не сразу, да, немножечко можно подождать, дать возможность ребёнку подумать, сообразить, потому что у всех реакция разная. Кто-то побыстрее, кому-то надо секунд 30, чтобы этот стимул, эта картинка дошла туда, до нужного места. Вот. И мы тогда видим, что ребёнок не отвечает, и мы можем использовать частичную словесную подсказку. То есть сказать, подсказать, часть слова произнести, со, и ребёнок понимает, да, собака. Такое, вот я, например, часто использую частичную, сначала полную словесную подсказку, потом и частичную словесную подсказку со своим ребёнком, когда мы учим, ну, в школьном уроке делаем, английский, например. Да, вот я вам, в принципе, ролик небольшой сняла, сейчас покажу. То же самое там с возрастом, да, отучили, сколько тебе лет? Четыре, сколько тебе лет? Четыре. И потом мы ждём, чтобы ребёнок сам уже ответил, что ему четыре года, на этот вопрос ответ. И спрашиваем, сколько тебе лет? Или там с мамой отучили, папа пришёл и говорит, сколько тебе исполнилось лет сегодня? И там, да, ребёнок забыл, или, может быть, неправильно сказал, сказал, как по привычке, три. А вы частично можете подсказать, че. И это служит таким триггером для того, чтобы вспомнить правильный ответ, который он много раз слышал, да, и ребёнок может сказать четыре. Вот таким образом используется частичная словесная подсказка. Так, понятно, да, с полной частичной. Мы используем полную подсказку, когда нужно, когда ещё незнакомое что-то, мы проговариваем полностью слова, понятия какие-то, то, что мы хотим, чтобы ребёнок выучил. Когда видим, что уже вроде бы как нормально должен запомнить, мы можем переходить к частичной словесной вот этой подсказке. Использовать половину там как-то слова. Начальные буквы, как обычно это происходит. У нас, мы, кстати, вот до сих пор, у меня ребёнку 13 лет, мы до сих пор используем, в принципе, как и полную словесную подсказку, так и частичную, только она уже такая объёмная. Вот, например, сегодня мы, эту историю нам надо было учить, онлайн мы занимаемся, параграф по истории. И там я ему прочитала, рассказала, и там вопросы. Задаю вопрос, вижу в глазах полное недоумение, что ты от меня хочешь, мама, услышать. Соответственно, я полностью такими там тремя-четырьмя предложениями отвечаю на вопрос. То есть, я использую полную словесную подсказку, я отвечаю сама на вопрос, жду. Понял? Понял. Так, теперь ещё раз. Я задаю вопрос, ты отвечаешь сам. Читаю заново вопрос, так раз, опять недоумение. Я тогда использую частичную словесную подсказку, то есть, могу начать предложение, то есть, мы здесь в частичной словесной подсказке можем использовать не только часть слова, ну, к примеру, я там начала предложение, он закончил, я второе предложение начала, он закончил, третье предложение начала, он закончил. Так, вроде бы повторил, ответили, ответили, но мне-то надо, как бы, чтобы он вроде как сам ответил на этот вопрос. Вот так, всё, запомнил, запомнил, давай ещё раз. Я читаю опять вопрос, я говорю, так, мы вот, это то же самое, что мы с тобой сейчас вот проговорили, ты запомнил, запомнил, читаю вопрос, и как бы вот смотрю, да, ответил он или нет. Вот таким моментом мы до сих пор это все используем, потому что трудно сформулировать ребенку, какой-то момент, ответ на вопрос сформулировать. Плюс если малышня, это маленькие детки, даже это все используется не в больших каких-то ответах и текстах, а даже слова, то, что я вам рассказала. Далее следующее уменьшается. Мы подсказки по мере овладения навыком, любым, мы их уменьшаем. Я вам в принципе и словесные, и потом физические буду давать. Вот так вот по мере уменьшения, как мы их обычно используем, когда работаем с каким-то навыком. Отучили, там с частичной с навесной подсказкой ребенок уже отвечает, уже можно ее там не использовать, но иногда забывает, что нужно сказать. И тогда мы можем вот эту артикуляцию использовать. Кстати, с детьми с особенностями вот эта артикуляция, она работает очень классно, потому что это визуальное. И в принципе детки, которые даже плохо распознают обращенную речь, они каким-то образом, ну как-то выживать надо, интегрироваться нужно, они научаются, они на слух могут плохо распознавать, но они научаются по губам вот считывать, да, что от них хотят. Поэтому я в принципе говорю родителям, когда видите, что ребенок плохо понимает обращенную речь, давайте инструкции коротко, там четко, односложно, желательно. И желательно, чтобы ребенок вас видел, потому что он в этот момент считывает, как двигаются ваши губы. И даже если он не поймет, не разберет, и это слово ему каждый раз кажется каким-то новым и по-другому произнесенным, да, на слух, он может запомнить, как это выглядит, ну, артикуляционно на губах. И вот тут мы можем использовать беззвучно подсказку губами. И когда задаем вопрос ребенку, да, видим, что он как-то вот никак не может сообразить, мы артикуляцией можем произнести, да, слово, и ребенок, глядя на нас, может ответить, хотя мы молчим. И вспоминаем эту подсказку в школе, когда мы учились, да, и выходили к доске рассказывать стихотворение. Вот мы рассказываем, рассказываем, потом раз запнулись, где-то забыли, и кто-то там, наши друзья сидят и беззвучно, чтобы учитель не услышал, да, нам губами, ну, то есть подсказывают то слово, там, с которым начинается этот четверостище очередное, да, новая строчка. И как это нам помогало, вспоминайте. То есть мы можем не слышать, но вот это артикуляции мы считываем, мы вспоминаем, и дальше все пошли рассказывать уже, сколько раз это спасало. Да, понятно, вот с этим моментом. Но здесь, еще раз повторю, когда учите ребенка, там, называть что-то, какие-то термины с ним, занимайтесь с ним, вот, ну, я бы даже не сказала, не надо напротив друг друга, ну, вот, на уголочек, да. Но ребенок вас видит, вы его видите, это такое вот, вот этот момент. Или, как логопеды работают, сидят рядом, а впереди зеркало. Это тоже помогает, потому что ребенок зеркало, ну, и себя видит, как у него губы двигаются, да, как артикуляция. И видит взрослого. Это тоже помогает, как раз-таки, считывать по губам. Вот этот момент учитывайте при обучении. Что мы еще можем сделать? Подсказка тоном голоса. Это тоже относится к вербальным подсказкам. И тоже может помочь детям, которые плохо, ну, речь распознают, или плохо запоминают. Ну, в принципе, плохо запоминают, потому что плохо распознают чаще всего. То есть я не заметила, чтобы у наших деток была проблема с памятью. Вот честно, у всех память просто замечательная, потрясающая память. Но если они что-то не делают, не отвечают, это только потому, что не поняли, да, не сложилось там что-то такое. Когда они понимают, что они говорят, о чем они говорят, как это выглядит, проблем обычно не бывает. Поэтому с памятью проблем нет, недопонимание есть. И чтобы вот это тоже облегчить, ну, вот эта подсказка, она, конечно, не везде может использоваться, но, например, при изучении понятий большой, маленький, тонкий, толстый. Мы, вот я, например, очень часто тоже это использовала, я говорила, большой, маленький, или так, тихий, громкий. Когда противоположности мы, например, отучали. В принципе, мы и так учили, и потом, когда в книге вот эти, там, тесты, да, для малышни всякие такие есть, надо было, например, показать, кто большой, кто маленький, да, где толстый, где тонкий, где высокий, низкий. У меня ребёнок, в принципе, тоже вот так отвечал с, ну, как бы голосом, большой, он говорит, большой, маленький. Помогает запомнить. Вот эти вот моменты. Поэтому это тоже можете использовать, подсказку голосом, тон голоса менять. В принципе-то, вот это та ошибка, о которой мы говорили с вами, номер один, когда мы инструкцию сначала обычным голосом раз дали, два дали, три дали, и потом мы повышаем тон и выдаём свой запрос, и ребёнок его выполняет. Это тоже подсказка тона голоса, по сути, потому что пять раз уже гапкнули, не работает, да, надо уже зарычать погромче. Ну, погромче. И сработало. Вот, это всё сюда же тоже. На этом тоже зависание, кстати, происходит, то есть привыкание. Поэтому подсказки мы всегда меняем, чтобы, как к таблеткам, да, привыкания не было нам, или к какой-то косметике, нам надо менять, чтобы это работало. Если мы менять не будем, то на этом происходит, как бы привыкание к этому, это уже не работает, неэффективно. Словесные подсказки мы можем использовать, например, когда учим ребёнка отвечать на вопросы. Если ответ на вопрос ребёнок ещё не знает, мы используем полную словесную подсказку. Если ответ уже отучен, вы учили то, что можно ответить на вопрос, как можно ответить на вопрос, можно использовать частичную словесную подсказку или подсказку губами. Как будет по-английски иметь? Как будет по-английски «давать»? Вставать. Терять. Посылать. Когда мы повтор делаем, ребенок знает уже ответы на вопросы, можно использовать частичную словесную подсказку. Посылать. Молодец. Вставать. Стэп. Стэнд. Если частичная словесная подсказка не помогает, мы возвращаемся к полной словесной подсказке. Давать. Гиб. Иметь. Молодец. Терять. Луз. Как пример, то, что я рассказала. Мы используем, когда новое понятие мы используем, мы называем полностью. Вот я использую это, мы учим английские слова постоянно, когда задают в школе нам. Естественно, я там называю ему слово, как оно звучит. Или еще, то есть я, например, сама там немец, да, не очень могу английский правильно произнести. Я могу включить на телефоне, как это звучит правильно, чтобы произношение у ребенка было более правильное. То есть я его включаю на телефоне, он послушал, повторил. Там послушал, повторил, послушал, повторим. А потом, когда уже мы проверяем эти слова, насколько он их запомнил, я их там как бы по-русски говорю, он должен сказать по-английски. Если он забыл, то я частично там вот на видео, там, начало слова говорила, а он дальше уже его произносил. Если никак он слово не может запомнить, соответственно, надо больше использовать полную словесную подсказку. Я полностью сама называла слово. Да, потом опять спрашиваю по-русски частичную словесную подсказку. То есть мы вот так подсказками, да, играемся, пока не достигаем того момента, то, что нам нужно, да, чтобы ребенок запомнил все-таки, ответил. Словесные подсказки, они наиболее распространены, потому что это входит к нам в привычку, я это уже говорила, и на словесных подсказках происходит вот это привыкание, зависание. Они являются триггером для запуска поведения часто, и без них поведение иногда не включается, не запускается. Об этом я вам тоже сказала. Это можете себе прям как домашнее задание записать, отследить, не давать привычных инструкций. Потому что, вот смотрите, если себя берем, да, мы захотели есть, мы идем на кухню и там берем себе еду, или берем, наливаем воды попить, пьем, триггером для запуска поведения, что служит? Наше состояние, что мы захотели пить, мы пошли и пьем. Или нам надо куда-то идти, и мы одеваемся и идем. Или мы чувствуем, что у нас грязные руки, мы идем их и моем. Это естественный момент, который запускает поведение. Даже вот берем вот эти навыки самообслуживания. Вот, кстати, у кого нет вот этих навыков самообслуживания, или вы заметите, что зависание произошло на подсказке, вы это можете тоже написать вот в запрос туда, в темы, то, что я в начале перед вебинаром говорила вам. Что навык есть, но без подсказок ребенок не делает. Что делать? Как слезать с подсказки? Кстати, такой вебинар тоже можно провести. Прямо сейчас у меня идея пришла. Как слезть с этой... с привыкания с этого. Дальше переходим мы к несловесным подсказкам. То есть есть навыки, и довольно их много, которые требуют какого-то физического вмешательства. Чаще всего эти навыки связаны с тем, что ребенок должен выполнить какое-то физическое движение с помощью тела своему, руками, ногами, что-то, в общем, сделать. Какие-то манипуляции с предметами провести, да, или манипуляции со своим телом, там, не знаю, руки поднять, что-то сделать. Вот. И здесь удобно использовать полную... физические подсказки. И мы рекомендуем, кстати, именно вот в обучении детей каких-то физических навыков всё-таки использовать больше физическую подсказку, нежели словесную. То есть словесная может для начала являться стимулом для запуска поведения. То есть мы говорим, пойдём одеваться. Ну, это естественно, да, мы детей зовём гулять, а говорим, всё, дети, одеваемся, пойдём. Это естественный процесс. Но когда уже ребёнок одевается, чтобы он не привык, что вы стоите рядом и вот это вот повторяете всё, я вам уже, да, говорила, там, бери куртку, там, руки вставляй, застёгивайся, лучше мы используем здесь физическую подсказку. На ней не происходит зависание. Плюс мы показываем ребёнку правильный паттерн поведения, как это нужно делать, как нужно двигать руками, ногами, да, при этом. И здесь мы её можем постепенно убирать. Дальше я вам расскажу, да. По мере научения этому навыку мы подсказку физическую постепенно убираем. И она у нас как-то естественно убирается, потому что отказаться от того, что мы болтаем постоянно и комментируем, сложнее. А вот то, что мы руками вмешиваемся, да, там, помогаем замок застегнуть, или помогаем что-то подать, или помогаем как-то там что-то сделать, нам проще, потому что, ну, мы же на это больше сил-то затрачиваем. Надо подойти к ребёнку, там, взять это вот руки его, что-то ими сделать. Поэтому мы охотнее сами отказываемся от этой подсказки, когда в ней уже нет необходимости. Она естественным образом уходит, нежели словесная, потому что нам же не надо подходить. Мы своими делами занимаемся, а сами там болтаем, комментируем. Вот, поэтому физическая подсказка полная – это когда мы берём тело ребёнка, там, руки, ноги, ну, то есть смотря какое-то действие, и выполняем его частями тела этот необходимый паттерн поведения, который мы хотим. Вот на примере, на картинке вы видите, да, ну, это я сняла, как бы, да, такое, то, что в голову пришло подать карточку. Ну, в принципе, вот такая подсказка, когда нужно подать правильную карточку, на начальной стадии обучения очень часто мы используем. Особенно с детьми, которые не понимают обращённую речь, не понимают объяснения. Потому что, ну, к примеру, там у нас собака-кошка лежит, да, карточки. И мы говорим, стараемся меньше говорить ребёнку, да, то есть подай собаку, где собака. То есть ребёнок должен распознать этот момент, да, и ещё правильно подать. А как он может понять, что он должен подать карточку, если он плохо распознаёт обращённую речь? Какое действие он должен выполнить? И ребёнок, который не занимался так никогда, вот когда приходит новый ребёночек, с которым не занимались, и он должен подавать эти карточки, или должен подавать эти предметы, когда перед ним там яблоко, не знаю, банан лежит. Он не знает, что ему нужно на эту инструкцию, когда мы говорим, дай яблоко, что нужно выполнить это действие. И чтобы он не совершил ошибки, да, вот та опять-таки ошибка, попробуй догадайся, что же тут меня хотят. Мы прям сразу после инструкции используем полную физическую подсказку. Мы берём руку ребёнка, кладём на это яблоко и подаём себе это яблоко. Полную физическую подсказку мы используем, когда детей обучаем ПЭКСам, альтернативной коммуникации, когда мы обучаем детей подавать карточку на то, что они хотят, чтобы они получили то, что они хотят. И полная физическая подсказка, она у нас не сопровождается никогда вербальной подсказкой. Ну, то есть зачем две подсказки? Мы обычно используем одну подсказку. Может быть, инструкция, если вот так вот вы работаете с подачей карточки, там, дай яблоко. Инструкцию дали, ребёнок запомнил. Ну, как бы это отрабатывается, да, много-много раз, когда мы повторяем, дай, 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 дай. Даже артикуляционный ребёнок понимает, что надо дать. И вот на эту инструкцию дай, какое действие нужно совершить? Мы помогаем физически. Берём руку ребёнка и подаём вот это яблоко или подаём эту карточку, которую нужно подать. Или если мы учим ребёнку какому-то физическому упражнению, к примеру, там, ползти, да, малыша маленького учим ползать, да, вспоминайте эти методики, когда ножки подтянули, ручки подтянули, ножки, ручки, да, и вот мы таким образом. Когда вот используют войтотерапию, боботтерапию, там, по сути, физические только подсказки, да, чтобы какой-то определённый паттерн поведения наработать, да, двигают, двигают много-много-много раз, руками, ногами, телом ребёнка двигают для того, чтобы это наработать, это действие какое-то наработать, чтобы там в мозг пошёл правильный сигнал на движение вот этой конечности конкретно. То есть, таким образом мы используем физическую подсказку. Когда новое действие. Когда мы уже вот раз помогли, два, три, пять, десять, двадцать, понимаем, что вроде как движение уже правильно, направлено уже куда-то, но оно, то есть, может ошибиться, ребёнок, не очень чётко, то мы можем использовать уже частичную физическую подсказку. Как она может выглядеть? Вот в примере с карточками, да, мы можем руку ребёнка взять и просто положить на нужную карточку. А ребёнок уже сам её берёт и подаёт, ну, потому что он уже, да, много раз с вашей помощью это делал, и в принципе, вот, вы на правильную карточку положили руку, ребёнок её подал. Если ребёнок не делает, не подаёт сам, то вы там, да, возвращаете, естественно, полную физическую подсказку, берёте рукой ребёнка, подаёте. Или можно, то есть, нажим уменьшить, да, и контролировать, как мышцы правильно работают, берёт он эту карточку или нет, чувствуете своей рукой, двигается она правильно или не двигается. Когда физические упражнения какие-то, да, спортивные мы делаем, мы то же самое, используем физическую подсказку полную часто. И мы контролируем, насколько правильно технически ребёнок выполняет. Это я вам тоже на видео покажу в примере. Вот этот момент. Мы используем вот эту вот физическую, частичную физическую подсказку. Так, сейчас я вот как раз-таки про вот видео по поводу этих двух подсказок. Полная или частичная физическая подсказка часто используется для того, чтобы физические упражнения технически выполнялись верно. То есть, без подсказки очень сильно страдает техника. Смотрите. Делай жим. Технически упражнения без подсказки выполняются неверно. Тогда мы используем полную физическую подсказку. То есть, мы направляем руки ребёнка, правильная траектория. Мы выполняем упражнение телом ребёнка. Когда мы чувствуем, что тело уже двигается правильно, есть контроль мышц и движений, мы можем ослабить подсказку и использовать частичную физическую подсказку. То есть, вот просто контролировать траекторию. Если мы видим, что частичная физическая подсказка не работает, мы можем вернуть полную физическую подсказку. подсказку убираем постепенно. До того момента, пока не чувствуем, что мышцы двигаются правильно и упражнение технически выполняется верно. Так, вот как пример был спортивный. Вот в спорте, в занятиях с детьми ЛФК, АФК очень часто используются физические подсказки. Как полная, так и частичная, естественно. Потому что упражнения часто новые, да, даже те, которые ребёнок запомнил, потом показывает учитель упражнение какое-то новое с помощью моделирования. Дальше мы сейчас об этом поговорим. То есть, показывает учитель физкультуры, показывает, как нужно руками так делать, так делать, видеть, что ребёнок делает неправильно, подходит и поправляет, так, как ручки надо на какой высоте, как надо ими двигать, где их разгибать, загибать. То есть, это очень часто используется. Поэтому, если вы с ребёнком планируете заниматься какими-то физическими упражнениями, здесь то же самое. Вот это нужно освоить. И, естественно, убирать вовремя подсказку. Но она как-то, я не знаю, более естественно убирается. Потому что, вот учим писать ребёнка, к примеру, учим рисовать ребёнка. Мы берём ручку ребёнка, да, и, ну, там, закрашиваем его рукой. Чувствуем, что уже вроде как, там, малюкает как надо. И мы можем немножечко уже руку отодвигать, отодвигать назад. Так, кстати, сейчас ещё одно видео вам покажу. Вот здесь, в этом видео, оно снималось не для подсказок. Это я снимала... То есть, не обращайте внимания, как там я подаю жетоны, потому что это видео я снимала специально, чтобы показать ошибки в подаче жетонов. То есть, тут на этот момент, ну, как бы, не обращайте внимания, видео не про подсказки. Но там как-то автоматически получилось, что я подсказки использую. Поэтому можете вот обычный такой рабочий момент посмотреть. И там они и словесные, кстати, там же и физические, всё там вперемешку. Замочек расстёгивай. Молния. Молодец. Молодец. Маси. Что расстёгиваешь? На козу. Пуговички. Пуговички. Молодец. Мешочки. Мешочек, давай. Молодец. Давай. Тяни. Нет, здесь. Так, тяни. Молодец. Что расстёгиваешь? Кнопки. Кнопки. Молодец. Так, поехали дальше. К физическим подсказкам, дальше мы их ослабеваем, ослабеваем, уменьшаем. Следующая подсказка – это указания. Когда мы с помощью направленного действия можем просто показать, что нужно сделать. Вот пример с карточками, да, мы спрашиваем, да, нужно подать яблоко, там лежит яблоко, банан, груша, мы говорим, дай яблоко. Видим, что ребёнок, ну, может быть, он плохо распознаёт, да, обращённую речь, не распознал, что, что, он знает, что надо что-то дать. А что дать затрудняется. И мы можем, как бы, пальцем тыкнуть в нужную картинку или в нужный предмет. Это ещё вот указание используется часто, когда, ну, к примеру, вы позвали ребёнка одеваться. Он пришёл и сел, а вы, вам надо уйти уже от ваших инструкций постоянных, постоянного комментирования. И вы можете, смотрите, использовать, к примеру, полную физическую подсказку. Взять куртку с вешалки и дать ребёнку в руки. Да, вместо подсказки «возьми куртку» словесной, вы можете использовать полную физическую подсказку. Взять куртку и дать ребёнку в руки и посмотреть, догадается он, что надо её дальше одевать без ваших словесных подсказок. Или вы можете использовать, к примеру, указание. Вы можете показать пальцем на вешалку, где висит куртка, или на эту куртку, или на эти ботинки, которые он должен одеть, посмотреть, сработает или нет. Если это помогло, да, вот, то хорошо, да, то есть от этого можно потом дальше будет тоже уходить. Я, кстати, вот указание довольно часто использую. Ну, в тех действиях, в которых ребёнок отучен, но он вот отвлёкся, там, задумался и сидит, время тянет. То есть я могу, например, в учебнике, там, постучать по картинке, тын-дын-дын, пальцем. Или одежду какую-то, там, да, показать. Или даже иногда, то есть там сидим, чего-то вижу, что он увлёкся, отвлёкся, и я там могу так вот пальцем куда-то, и он сразу, что, 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 да. Да, то есть мозг включился, что-то надо сделать, что надо сделать, начинает ловить, куда я показала, чего я показала там ему. То есть включает в процесс, да, запускается поведение какое-то. Далее, следующий вот жест у нас, когда мы вот куда-то там, то есть указание, это обычно, когда что-то рядом, мы там можем потыкать в картинку, да, тыкнуть в куртку, что-то, что рядом находится. А жест, это когда где-то это находится там, вон, самолёт летит, мы видим, что, или слышим, что ребёнок, поняли, что ребёнок не услышал там, да, не воспринял нашу инструкцию, мы можем так как бы туда показать. И вот за этим жестом ребёнок поднимет голову, увидит, что там самолёт или вертолёт летит, или птица полетела какая-то. То есть это ещё меньше физическая подсказка. Следующий момент, который мы можем использовать в плане подсказок, это позиция. Такой, эту подсказку мы используем тоже, когда нужно, ну вот вы, да, что-то учим, какие-то понятия мы, когда мы учим какое-то новое понятие. Вот на картинке, там, ребёнок отучил, жёлтый-зелёный цвет, и мы вводим новый цвет, синий, и кладём его ближе. Когда мы просим подать синий, и он лежит именно ближе к ребёнку, больше вероятность, что он даст новую, правильную карточку, потому что эта карточка лежит ближе. Даже если он пока не сообразил, не запомнил это название, он знает, что что-то надо дать, что не понял, но даст то, что лежит ближе к нему. И тут как раз-таки момент, что мы хвалим, он успешен, он правильно дал, молодец, дал синий, супер, умничка. Потом, когда уже видим, что ребёнок, ну, да, как бы получается у него, да, мы вот всё выравниваем, вот эту позицию выравниваем, всё в ряд кладём, там, меняем местами, и всё равнозначно лежит. Вот такой вот момент в плане позиции, мы вот это можем тоже использовать в обучении. Частая такая подсказка, визуализация, её мы можем использовать, в принципе, совместно с вербальными подсказками, когда ребёнок, опять-таки, мы используем визуализацию часто, когда ребёнок плохо распознаёт обращённую речь, и нам нужно как-то визуализировать, чтобы ребёнку было понятно, что мы от него хотим. Вот инструкция в плане похлопай, подними руки вверх, там, ещё что-то делай, встань, сядь, с детьми, которые, там, фонематический слух нарушен, мы можем эти карточки, вот, соотносить с инструкциями. И я, наверное, рассказывала тоже на прошлом вебинаре, у меня был мальчик, который, в принципе-то, много чего мог, но он не понимал, что от него хотят, потому что не распознавал вот этих вот инструкций и объяснений. И вот с ним, как раз-таки, мы много работали с помощью визуализации, то есть он всё подавал, всё показывал, но когда я показывала образец, я показывала яблоко, говорила, да, яблоко, да, он мне подавал яблоко. Или, к примеру, из конструктора нужно, или из мозаики было сделать какой-то, да, вот, ну, рисунок какой-то создать. И, в принципе, я, например, могла сказать, там, сделай цветок, да, или сделай машинку, или сделай лавочку из конструктора. И даже для тех детей, которые, в принципе, могут распознавать речь, но у которых пространственные нарушения какие-то, и он не может представить, как же этот цветок выглядит, или как эта лавочка выглядит, как эти блоки положить так, чтобы эта лавочка получилась, или чтобы домик получился. Там две фигуры, например, квадратик с пирамидкой надо, да, на квадратик положить пирамидку, получится домик. Вот покладём квадратик, кубик и пирамидку, и говорим, сделай домик. Как этот домик делать, да, кто его знает? А если мы покажем картинку, на которой эта пирамидка стоит на этом кубике, есть образец, ребёнок с телой. Инструкция любая, к любой мозаике, к любому конструктору, там, лего-конструктор, да, это, по сути, есть визуализация, что нам нужно сделать. И тогда ребёнку понятно, что мы берём такой кубик и такой кубик, соединяем их, и получается вот так. Потом берём следующий, и вот такая композиция у нас выходит. Цветок можно, и машинку, и всё, что угодно. Тоже очень хорошо работает. И вот визуализировать нужно максимально всё с детьми, которые плохо речь понимают, да, плохо распознают речь, плохо понимают инструкции. Поэтому какие-то картинки готовьте. Или, в принципе, то, что мы можем показать своим телом, мы показываем, но это уже будет у нас больше моделирование. Когда мы показываем модель поведения. Моделирование у нас идёт и как отдельная методика, большая, потому что с помощью неё мы много чему можем научить. Ну и как подсказку мы можем использовать. Вот когда мы говорим ребёнку, иди мыть руки. И, в принципе, ребёнок, например, уже может мыть руки. Но забывает последовательность. И мы можем встать рядом молча, да, для того, чтобы уйти от вербальной вот этой подсказки, которые привыкание повторяют в сотый раз, наверное, сегодня, да. Уходить от вербальных подсказок очень сложно, поэтому мы стараемся это сделать. Мы становимся и начинаем мыть руки. Мы берём мыло, ждём, пока ребёнок тоже возьмёт мыло. Ну или мы там мусолили мыло, дали ребёнку. Да, мы кран открыли, мы смываем под водой руки. Мы там, да, можем закрыть кран. Вот хорошо, когда два крана. Вот на картинке вы видите, да, что, в принципе, можно полностью смоделировать ситуацию, потому что два крана, два мыла, да, и всё это может ребёнок за вами повторить. То же самое используют часто, вот, когда физкультурой занимаются. И учитель физкультуры, и там, учитель АФК, ЛФК. То есть первым делом показывает, как нужно сделать, да, вот становится перед детьми в школе или в детском саду и показывает упражнения. Дети повторяют. И надо смотреть, ну, учитель смотрит, повторяет ребёнок или не повторяет. Если где-то проблемы, вот, в выполнении упражнения, то можно использовать что? Напишите в чат. Вот учитель показал действие какое-то. Дети делают, у какого-то ребёнка не получается. Что должен сделать учитель физкультуры при этом? Правильно, Лариса написала физическую подсказку, частичную или полную, в зависимости от того, да, Наталья тоже правильно, как ребёнок справляется. То есть если совсем какое-то другое упражнение ребёнок делает, там, руки болтаются, да, то физическую подсказку. А если, например, ребёнок делает упражнение, но, ну, технически немножко не так, да, руки, например, не ровно горизонтально, а вот, ну, как-то опущены вниз, болтаются локти, да, то можно использовать частичную физическую подсказку, там, учитель подходит и приподнимает локотки ребёнка в нужное положение, и ребёнок дальше продолжает уже выполнять нужное вот это вот упражнение правильно. Есть дети, которые моделирование используют, ну, могут не очень хорошо воспринимать, а лучше воспринимают видеомоделирование. Может быть, вы замечали, что ваши дети, глядя какие-то мультфильмы или какие-то детские передачи, где есть какие-то движения, танцы, они потом это всё повторяют. Там, они могут повторять какие-то действия за мультгероями, или какие-то движения там танцевальные, которые часто вот из любимых передач. Почему это происходит? Почему проще некоторым детям повторить за видеомоделью, нежели за живым человеком? Дети часто считывают все стимулы, которые присутствуют в данном случае на человеке, да? А мы же повторяем, можем повторять разным голосом, разным темпом, тембром, с разным настроением, на нас каждый день разная одежда, может быть, другая прическа, может быть, другой запах, там, не знаю, другие серёжки. Они это всё считывают, они вот эту всю информацию с человека, с педагога считывают. И если ребёнок вот очень чувствителен вот к этим вот ко всем моментам, то для такого ребёнка может казаться, что это какая-то новая инструкция, он не знает, на чём сделать акцент, да, на инструкцию, которую вы дали. Или что вы показываете, или что вы говорите. Он считывает целый образ, а этот образ постоянно меняется, да, я уже сказала, да, там, прическа может поменяться, одежда, то, как вы говорите. Соответственно, ребёнок может не выполнять, потому что, ну, вчера то было, сегодня то, это как иностранный язык, да, инструкция каждый раз на другом языке. Я не понимаю, что, что от меня хотят. То же самое с моделированием. Когда видеомоделирование вы сняли один раз, даже можете сами снять или найти в интернете уже готовую модель какого-то поведения, с мультгероем или с каким-то человеком, и прокручивая вот это вот постоянно одно и то же, одно и то же, там ничего не меняется. Для ребёнка всё знакомо. И одежда та же, и голос тот же, да, и всё-всё-всё-всё абсолютно. И тут ребёнку проще вычленить именно вот этот нюанс, на который нужно обратить внимание. То есть сама модель поведения. К примеру, как нужно двигаться, как нужно лепить, или как нужно рисовать, или что происходит. То же самое, кстати, с повтором. Я помню, несколько лет назад на Фейсбуке там гуляли ролики, родители выяснили там, что ребёнку как раз, ну, ребёнок за телевизором повторял слова и халалил, а за родителями не хотела, девочка, по-моему, там была повторять. И папа стал снимать вот такие ролики для неё, где, ну, чтобы словарный словарь расширить ребёнка, да, снимал вот эти ролики, или как-то как мультфильмы там он делал с какими-то куклами вот этими вот, которые на руках, и таким образом обучал говорить. Вот не повторяла она за живым человеком, а за компьютером повторяла. Вот если такой нюанс у ребёнка вашего есть, то можно вот этим вот воспользоваться. В принципе, вот основные подсказки, которые мы используем. И насущная проблема, как нам, в принципе, переводить навык в то, чтобы ребёнок использовал его самостоятельно, без подсказок. Потому что это конечная цель любого обучения, чтобы ребёнок пользовался навыком сам в нужный момент, чтобы этот навык запускался с помощью естественного стимула, а не наших подсказок. Потому что когда нас не будет рядом в какой-то момент, да, чтобы ребёнок смог этим навыком воспользоваться, а не сидел и не ждал, пока мама даст инструкцию. Поэтому мы в какой-то момент, обучая ребёнка, начинаем подсказки уменьшать. Если мы использовали физическую подсказку полную, то мы начинаем, да, частичную использовать, там, жест, тын-дын-дын-дын, уменьшать. Если словесную, то же самое, полная, частичная, губами. Можно, кстати, тем детям, которые понимают обращённую речь, использовать намёк. Я так называю, по-моему, там не включила в это, но такая подсказка есть. То есть перефразировать или как бы намекнуть. Да, мы гулять собираемся. Что мы сейчас будем, что нам надо сделать? Или мы подошли, куртку одели, в носках ребёнок сидит, да, ты ничего не хочешь делать, не? Ну, намёк на то, что обуться надо ещё. Но это, естественно, далеко не всем детям подходит, вот эти намёки. То есть это, смотрите, по своему ребёнку, насколько он понимает такие намёки. Или там упала шапка, он стоит, ждёт, пока мама тут подпрыгнет, да, и подаст эту шапку. Вы говорите, что надо сделать? Шапка валяется, да, что? Или можем назвать просто, сказать, шапка валяется на полу. Мы называем проблему. Мы не говорим, подними шапку, положи её на диван. Мы называем шапка, она полу валяется. То есть ребёнок должен понять, что это, как бы, да, непорядок, и надо что-то с этой шапкой сделать. Но, повторюсь, это далеко не всем детям идёт, естественно. Учитывайте возможности своего ребёнка, понимая, насколько он такую подсказку может воспринять, как подсказку, а не как просто пустой звук. Таким образом, мы постепенно, постепенно вот эти подсказки мы уменьшаем. То, что вы на видео видели, то есть уменьшили подсказку, если видите, что с уменьшенной подсказкой не получается у нас действие нужное, необходимое, то мы, естественно, подсказку обратно возвращаем. Или можем подсказку заменить. Потому что бывают такие моменты, что, ну, ребёнок завис на этой подсказке, мы её уменьшаем, она не срабатывает, мы опять возвращаем, опять уменьшаем, она опять не срабатывает, опять замкнутый круг. Значит, мы подсказку можем просто заменить, использовать другую подсказку. И потом с неё, да, слезать постепенно. То есть ребёнок привык, к примеру, к вербальной подсказке, что мы комментируем, комментируем, комментируем. Мы решили, всё, закрываем рот, не комментируем, больше используем физические подсказки. Вместо того, чтобы инструктировать, бери куртку, застёгивайся, дэн-дэн-дэн-дэн-дэн, всё вот это, да, мы просто, например, берём куртку, даём в руки ребёнку. Молча. Он-то уже пять лет эту куртку, да, надевал, вроде как умеет это делать, но когда вы комментируете, а тут вы молчите, и он стоит с этой курткой. Молча, значит, берём и начинаем надевать. Используем физическую подсказку. Надеваем, надели, стоим, ждём, будет он застёгиваться или нет. Не застёгивается. Молча берём его руки, направляем к замочку, к этому, да, вот к куртке. Смотрим, там, включился он в процесс или нет, начал ли он эту молнию застёгивать. И таким образом мы используем вот такую физическую подсказку. День, два, три, пять. Постепенно уменьшая. В какой-то момент, например, когда вы дали куртку ребёнку, он уже сообразил, то есть это повлияло стимулом, чтобы эту куртку самому надеть, самому застегнуть и застыл. Да, про шапку забыл. Шапку дали в руки. Надел. Смотрим, да, устраивает нас нормально. Уши закрыты, можно поправить. То есть используя, да, частичную физическую подсказку. Он сам вроде шапку натянул, но надо привести в порядок. Вот таким образом мы используем другую подсказку. Переводим ребёнка на другую подсказку. Ну и так вообще, в принципе, в любой момент у всех индивидуально, в отношении любого обучения. Когда мы занимаемся этими академическими навыками, то же самое, много всяких подсказок. Когда начинаем писать, первый класс, ребёнок пошёл, там много подсказок, тренажёры сейчас для русского языка. То есть такая тетрадь, где пунктиром уже там какие-то линии, крючочки. Когда мы учились, там было, например, просто там начальные, там 3-4 крючочка было пунктиром, а дальше мы должны были сами, как бы по аналогии делать. Сейчас упростили для детей почти там целые страницы пунктирными этими крючочками, буквами, словами и предложениями из списка, но только обводить надо. Обводить надо аккуратно, за почерк тоже снижают оценки. Соответственно, мы можем использовать полную физическую подсказку, то есть показывая ребёнку, как аккуратно, с каким нажимом нужно обводить эти буковки. Постепенно убираем, да, руку отодвигаем или нажим уменьшаем. Что ещё мы можем сделать? В принципе, старайтесь, если видите, что долго зависли на подсказке, на любой, и что она у вас уже в вашу даже привычку вошла, что вам проще подсказать, вам проще сказать лишний раз, да, издалека, там, бери куртку, нежели подойти к ребёнку, да, отмолча эту куртку или направить руки, чтобы он застегнулся. Словите себя на таких моментах, да, постарайтесь постепенно-постепенно переводить ребёнка к самостоятельности. А это как раз-таки момент, когда мы или меняем подсказки, а это надо за собой следить, контролировать себя или уменьшаем эти подсказки. И, естественно, на это нужно время, это всё постепенно происходит. Но надо помнить о том, что в конечном итоге ребёнок этот навык освоит, и вы совсем уже об этом можете не думать. Я, к примеру, многие моменты у меня были, когда я думала, он, наверное, никогда не научится. Я думала, что на ребёнок заправлять кровать вообще никогда не будет. Я показывала, я использовала инструкции, использовала физическую подсказку, когда мы вместе это одеяло там расправляли на кровати, как нужно это делать. Я думаю, ну как, вот он, ну вообще, то есть... Но потом, вот к 12 годам вдруг однажды я захожу, и у меня ребёнок и свою кровать заправил, ещё и мою. Такой момент настал. То же самое было с письмом. Когда у меня ребёнок пошёл в школу, я думала, что он писать у меня никогда не сможет, учитывая, что физические проблемы есть и всё прочее, да, раз, и все дела. Тем не менее пишем, диктанты всё пишем. То есть всё приходит со временем. Главное, к этому ко всему подойти с терпением и всё-таки потратить силы на то, чтобы... И время. На то, чтобы он научился. Потому что, что у родителей часто наблюдаю, приводят родители ребёнка на занятия. Пятилетнего, к примеру. Сами раздевают, разувают, всё, отправили. Потом выходит ребёнок занять, они начинают ему куртку. Он стоит, как у стуканчика. Довольный, его одели, да, всё застегнули. Всегда прошу родителей. Планируйте чуть больше времени, да, чтобы у вас, этот, как это, цейтнота не было. На то, что ребёнок, ну, хоть что-то, но сделает сам. Я подожду, я постою, пока ребёнок этот будет ковыряться с курткой. Пока вы будете использовать физическую подсказку, направите руки к замочку, да, там, что он хотя бы сам, чтобы эту молнию дотянул. Мы никуда не торопимся. Ну, введите это себе в привычку. Да, нам хочется быстрее. Нам быстрее, что мы сами его быстренько одели и пошли. Но таким образом навык не пойдёт в обиход ребёнка. Особенно, если вы видите, что уже, ну, что-то может. Всё, начинайте отходить назад немножечко, да, этот заборчик отодвигать. Потом вы порадуетесь тому, что вот, вам не нужно вообще время тратить на то, чтобы ребёнка одевать. Да, вы сами будете одеваться, и он будет одеваться рядом с вами. Вместо того, чтобы самому одеться, потом потным, да, весь мыли, одевать ребёнка ещё, чтобы скорее выскочить на улицу, потому что вам жарко. Или наоборот, одеть ребёнка, он потеет, и вы одеваетесь. То есть неудобно. Ладно, там, когда малыш до года ещё, да, там, до двух, вы это делаете, но когда с пятилетним уже, извините, там, да, ну, потратьте вы в эти пять лет, ну, ладно, три года с двух лет до пяти, могли постепенно научить ребёнка одеваться уже за три года. постепенно подсказки отодвигая, да, убирая их. Он должен сам, любой ребёнок, вот любой тот, который физически там, ну, я не беру детей, когда вот действительно физически ребёнок не может, там, суперспасика какая-то, да, руки, ноги, всё это, и ребёнок своим телом не управляет. Но если ребёнок физически может двигаться, его научить можно любому физическому действию, даже если он не понимает обращённую речь. с помощью моделирования, физических подсказок, видеоподсказок, визуализации и всего прочего. Всё, что угодно, одеваться, рисовать, что-то, манипуляции какие-то с игрушками производить, абсолютно всех. По поводу, вот, сильно поощряйте самостоятельный ответ. Я вам говорила там об ошибках, да, в начале вебинара, что когда мы стимулируем, а попробуй догадайся сам, здесь это не эта ситуация, когда мы поощряем самостоятельный ответ, здесь немножко другое, то есть мы учили какому-то действию ребёнка, и вдруг мы видим, что ребёнок это делает как-то по-другому, то, чему мы учили, другим способом. Вот этот момент поощряйте, когда он интерпретирует это действие. Ну, к примеру, я не знаю, завязывание шнурков. Ну, сейчас это как бы редкий такой навык, да, ну, менее необходимый, потому что у нас одежда на липучках, обувь на липучках, и там у нас раньше такого не было, и мы в три года уже шнурки вынуждены были завязывать себе. Ну, к примеру, вы показали какой-то определённый способ, как завязывать шнурки. Вы показали, научили, или у меня вот мама одна учила девочку завязывать шапку, завязки на шапке, там мы прямо разрабатывали последовательность. Но она учила её своим способом, да, как-то там продевать с этой стороны в эту, так затянуть, бантики сложить. А потом она увидела, что девочка как-то по-другому, она, да, там, ну, наоборот, например, не с этой стороны закладывает, а с этой стороны закладывает завязку. Какая разница, если она завязала эту шапку, ну, своим способом, это отлично, поощрите ребёнка за это. Или вы учили собирать ребёнка домик, или там лавочку делать, а он там ещё чего-то сделал. По-своему, самостоятельно. Или если ответ какой-то, да, бросите от ребёнка, вы использовали полную физическую, полную словесную подсказку, как ответить на какой-то вопрос, а он ответил по-другому, но в принципе-то ответил правильно, другими словами, поощрите это очень-очень прям, порадуйтесь, выдайте конфетку и всё прочее, чтобы закрепить, что пусть по-другому, но всё равно правильно. И ты молодец, это отличается от образца, но это тоже классно. Это как раз-таки учит ребёнка вот этой вариативности. С вариативностью и с произвольными движениями у наших детей проблемы, это вообще. Да, потому что они к какому-то паттерну поведения привыкают, и что-то по-другому для них они уже не могут придумать часто. Да, вот они идут по одной и той же схеме. Поэтому если куда-то вы со схемы с этой сдвинулись, это прям надо очень сильно радоваться, очень сильно поощрять. Другой момент, когда есть ошибка, то есть вы там что-то делаете, 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 есть ошибка. И что я замечаю, особенно когда с малышнёй, там в пирамидку ребёнок собирает и взял не то кольцо, не следующее, которое нужно, а через одно. Мама-то это уже знает, что он не то кольцо. Мама тут же выхватывает это кольцо, подкладывает ближе к нему, подсказка положением, кстати. Нужное кольцо, чтобы ребёнок пирамидку собрал непременно правильно. Вот это чему учит? Это учит тому, что ребёнок потом будет бояться ошибаться. Тоже такие моменты были. Когда ребёнок в школе боится сделать ошибку, и если он на страничке сделал ошибку, то всё, караул, там надо новую тетрадь заводить, потому что он прям не приемлет, что там что-то зачёркнуто, потому что он не привык ошибаться. Он или совсем бросит, я не буду делать, у меня не получается, это ошибка, тоже такое очень часто бывает. Поэтому пусть доделает до конца эту пирамидку, увидит, что это кольцо осталось. Здесь надо показать, что ничего страшного в этом нет. Но это когда не новый навык, да? Вот это вот разграничьте. Первый раз играет с игрушкой, вы показали уже 10 раз, как это собирать, вместе сделали с помощью физических подсказок, визуализации и всего прочего. То есть это всё уже проиграно много-много раз, и ребёнок уже сотый раз собирает эту пирамидку. Он сделал ошибку. Да покажите, да ничего страшного, ну и что, ну вот осталось колечко, и что мы будем с ним делать? А давай подумаем. Да, куда? Куда его нужно было? Или стаканчик этот, да, собирал, не влезает этот, стаканчик один остался. Ну давай заново соберём, ничего страшного в этом нет. То есть дайте понять ребёнку, что ничего страшного нет, пусть он заново это разберёт и соберёт ещё раз. Ничего страшного, что если будет ещё одна ошибка. То есть не присути сразу, что вот неправильно, всё. Это побочка всегда потом. Это как бы, это всегда как наказание, да, которое показывает, что поведение какое-то не такое, неправильное. И как побочка, может быть, отказ от дальнейшего вообще игры в эту игрушку, эти стаканчики вообще, и дальше в какие-то другие вещи не буду делать, у меня же не получается. Или я не буду играть без мамы, потому что без мамы у меня не получается. Сам я не могу. Сам я собираю, у меня ошибка, собираю, у меня ошибка. Ну и всё, и подожду, пока мама будет сидеть рядом, мне и давать инструкции, и что, какой стаканчик брать. Очень часто тоже такие вещи происходят. И то, что вот я уже, в принципе, говорила уже много раз, по мере научения, уменьшайте, уменьшайте подсказки, используйте меньшую по интенсивности подсказку каждый раз, всё меньше, меньше, меньше. Естественно, если видите, что не срабатывает, мы возвращаемся, да, на шажочек назад. И таким образом происходит обучение, и уход от подсказок, и навык у вас остаётся. Ну, не забываем его подкреплять. Это отдельная тема, да, отдельного вебинара, но без этого тоже закрепление поведения не происходит, потому что у нас закрепляются те поведения, которые получают какое-то поощрение. В принципе, когда у ребёнка получается какое-то действие, то поощрением служит вот это самоудовлетворение уже, что у меня получилось. Я могу, мне это легко, много энергии на это не затрагивается, и я это делаю вот просто так, да, всё, научился, классно. Как часто в день можно делать подходы к обучению одному навыку? Так, вот много вопросов, так, да, я сейчас прочитаю, потом разным навыкам. Сколько навыков максимум можно давать ребёнку в день, чтобы не перегрузить, или это индивидуально. Ну, это индивидуально, во-первых, это раз, но если берём мы общие принципы, такие, да, которые ко всем применимы. Если у вас есть навыки, которые естественным образом используются в обычной жизни, то мы подходы вот эти делаем столько раз, сколько они естественно происходят. Моем руки мы, да, перед едой, когда с улицы пришли. Вот вы идёте мыть руки и учите ребёнка мыть руки. Одеваемся мы, когда? Когда после сна переодеваемся, там, из пижамы, к примеру, в обычную одежду. Учите в этот момент одеваться ребёнка. Собирайтесь на улицу, учите одеваться, застёгивать куртку, одевать ботинки. То есть, вот такие, вот эти бытовые навыки, в принципе, не нужно дополнительные подходы сюда добавлять, потому что они и так ежедневно используются, а иногда и несколько раз в день. Поход в туалет, кушаем, как ложку держать, как вилку держать, там, убирать со стола. Вот эти вот моменты. То есть, просто используйте то количество раз, которые, естественно, это происходит в жизни. Потому что, ещё вот этот момент интересный вспомнила. Учили какого-то ребёнка одеваться, переодеваться из пижамы, там, я не знаю, футболку, колготки, что ли, надевать. И, ну, чтобы быстрее научился он, да, как они делали, да, одеваемся. Он снимал пижаму с помощью методик, обратную цепочку, по-моему, мы использовали, учили. Он, значит, эти колготки натягивал на себя, футболку натягивал. Родители это всё снимали и, опять клали на кровать, говорили, одевайся. Он второй раз одевался. В общем, они это делали по три раза каждый день. Снимали, он опять одевался. Снимали, он научился одеваться, но у него закрепилось, что это нужно делать три раза, как ритуал. И ребёнок, ну, инструкцию, переодевайся, там, утром, да, из пижамы в одежду. Он три раза одевал и снимал одежду. Потом пришлось переучивать, потому что, есть дети, которые очень подвержены вот этим ритуалам, которые иногда кажутся бессмысленные для нас, но он так привык, ему так спокойно, потому что ему такая последовательность, да, нужно, как бы, всё нормально, я делаю, как меня учили, и мне спокойно от этого. Поэтому не делайте вот такой ошибки. Естественное, если естественно происходят какие-то действия, то есть учим по ходу. Вообще EBA это такое дело, что нет какого-то определенного времени, чтобы мы, вот сейчас мы поведенческий анализ используем, а через час мы его не используем. Это жизнь, это естественный процесс, мы это вводим в жизнь и учим-учим по ходу. Вот такая есть методика случайного обучения. Одевает ребёнок куртку, что-то не получается, всё, подключились сюда же, да, используем подсказку, какую нужно. В следующий раз мы её уменьшаем, убираем, и тем самым научили застёгивать куртку. Это вот касается обычных действий. Если мы учим какому-то навыку, которого, ну, нет в обиходе, или, к примеру, какой-то академический навык, да, когда мы за столом, там, что-то хотим отработать с ребёнком, или игровой навык. Здесь то же самое, чтобы это было более естественно, да, какая-то игра, ну, сколько ребёнок раз может, ну, два-три раза повторить, там, этот грузовичок, нагрузить кубиками, отвезти там в другой угол, ну, чтобы не надоело. Если мы используем отдельные пробы, методику, например, учим, там, дай яблоко, дай яблоко, дай яблоко, дай яблоко, то такая методика обычно используется 10 раз. То есть, мы даём инструкцию одну и ту же 10 раз, и просим, там, дай яблоко, дай банан, дай грушу. И опять-таки, есть дети, которые, в принципе, 3-4 раза подают, и потом им надоело, это им надо переключиться на какое-то другое занятие, они уже неохотно, там, могут то же самое повторять, ну, индивидуально, да. И так вообще, вот, повтор 10 раз может, какая-то быстрая инструкция, которую нужно, подать, сделать, показать. Сколько навыков новых? Если вы, вот, не работали плотно, так вот, с ребёнком, то лучше взять, или если навыки, это вот самообслуживание какие-то, да, взять лучше какой-то один навык, и начать с ним работать, посмотреть, как у ребёнка получается, если вы видите, что всё нормально, идёт всё, и вы там уже можете потихоньку уменьшать подсказки, то вы можете добавить какой-то ещё навык, там, учили мыть ручки, дополнительно вводите там навык, какой-нибудь ещё там, ну, не знаю, что-то за столом делать, тут же. Или, если вы используете жетоны, как поощрение, приучили ребёнка к этому, тоже используйте это в каком-то в одном навыке, например, за столом, когда ребёнок кушает, или когда с академическими вы навыками работаете, то есть не распространяйте сразу на всё, чтобы самому не запутаться, самим, да, и ребёнка не запутать. Если это прям совсем всё новое, много-много всего не нужно, добавляйте по одному, а естественные навыки, естественные, которые происходят просто, вот они и так есть, просто включайте туда подсказки, и постепенно их убирайте. Вот, естественный жизненный процесс. Просто есть моменты, когда родители работают с поведением. Например, есть какое-то нежелательное поведение, и нужно прям включиться всей семье в это, то вот проработайте поведение сначала, а потом уже подключите, ну, сюда же к нему подключите навыки. К примеру, вот поведение было у мальчика, что, так, что он там делал? Когда все ложились спать, он проходил там, включал во всех комнатах свет, потом никак у него с планшетом он сидел до упора, не могли отобрать мне этот планшет, это всё очень растягивалось там до трёх часов ночи, то есть прям такое было поведение. И вот семья работала вся вот на это поведение, то есть убирали вот это хождение ночное, убирали, ограничивали планшет, это тоже было нелегко сделать, да, потому что он до упора там с ним ходил, и вокруг этого всего сдвигали режим ему сна, это всё была работа с одним вот этим конкретным поведением. Естественно, сюда, когда мы работаем с такой объёмным поведением, мы не подключаем много навыков, тут не до туалета, не до мытья рук, да, ну как бы подсказки мы использовали там, когда они на улицу собирались там одеваться, говорю, ну он же уже курточку одевает там что-то, ну используйте подсказку постепенную, да, такую, без напряга. никогда это прям так вот, что надо стоять над ребёнком, прям разрабатывать конкретно, прорабатывайте то, что уже ребёнок умеет, то, что я говорила, да, физически умеет, но зависит от подсказок, потихоньку уменьшайте подсказки на тех навыках, которые ребёнок уже делает, это всё такая комплексная работа, то есть если есть нежелательное поведение, лучше работаем с одним поведением, пока как-то это не придёт в норму, и постепенно подключаем навыки, если это академические, например, навыки, и прям это всё новое для ребёнка, и рисовать, и лепить, и там что-нибудь раскрашивать, писать, не надо сразу много, решили заниматься за столом, к примеру, да, там начинаете готовить к школе, там, ну с 4-5 лет там решили потихонечку уже, да, чтобы подготовился, и ребёнок ещё никогда этого не делал, ну значит за столом возьмите 5 занятий, которые он уже знает, умеет, там пирамидку складывать, бусинки нанизывать, это всё знакомо, например, что-нибудь помалюкать, и одно новое задание какое-то, один новый навык, там, обводить, к примеру, по контуру, проработали неделю в таком режиме, видите, что получается, добавьте новый какой-то к этому навык, учебный там, раскрасить, например, да, или что-то показать, или там сортировать, внедрили новый навык, там, через несколько дней, смотрите, как получается, то есть сразу всё новое не нужно, это будет сложно, это много внимания, много энергии затрачивается у ребёнка, и он может просто потом отказаться вообще от занятий, потому что сел, и час, что-то там прям очень много, сложное и новое, всё, и непонятное.